С назначением нового мэра, естественно, обострилось внимание всех заинтересованных людей от проблем московских пробок, потому что, конечно, транспортный коллапс, не побоюсь этого выражения, в Москве, это сегодня одна из самых острых проблем нашей столицы. Не случайно, что Сергей Старбянин буквально первые свои шаги посвящает именно этой проблеме. Естественно, что все это оживляет обсуждение по тем наиболее тяжелым точкам Москвы, в которых действительно люди стоят под час, часами. Не случайно сейчас в рамках московской мэрии создана и специальная рабочая группа, которая призвана оценить ситуацию в таких местах и, в общем, предложить в том числе и достаточно жесткие меры по разгрузке московских улиц. Хорошо, что все это происходит, но надо разобраться, в общем, прежде всего с причинами, почему отдельные, а, в общем, надо сказать, весьма многочисленные московские перекрестки стали действительно максимально заторными. Ну, здесь комплекс причин. Прежде всего, конечно, это сосредоточение в одном месте, концентрированное сосредоточение объектов, которое притягивает к себе людей, и в том числе людей, ездящих на автомобилях и на общественном транспорте. Вот район метро Юго-Западный – это характерный пример. Здесь концентрируется, значит, и станция метро, которая расположена на вылетном шоссе на проспекте Вернадского, непосредственно на нем. Здесь концентрируется огромное количество общественного транспорта, прежде всего автобусов, которые соединяют метро Юго-Западный как, так сказать, с отдаленными районами Москвы, то есть ездят туда в сторону МКАДа и замка даже, так и в сторону центра, либо, так сказать, вбоком. Здесь сосредоточено огромное количество торговых центров, так сказать, торговых лайков, павильонов и так далее, и так далее, которые тоже, в общем, притягивают людей. И, наконец, это и пересечение еще большой перекресток, где довольно много транспортных средств, которые выезжают на проспект Вернадского, или съезжают с проспекта Вернадского, так сказать, что, вообще, весьма характерно. Таких перекрестков, на самом деле, в Москве можно найти еще достаточно много. Еще один характерный пример, например, не так далеко от метро Юго-Запада, это метро Калужская. Пересечение улиц Обручево и улицы Парсоюзная, ну и так далее, так сказать. Москвичи прекрасно знают, о чем это есть. Что здесь можно, в принципе, сделать? Конечно, лучше было не доводить до такого состояния, но уж, коль скоро это сделано, понятно, что надо эти, так сказать, перекрестки разгружать. Первое, что напрашивается, конечно, и по всей видимости это будет принято, это, безусловно, освободить эти перекрестки от многочисленных торговых павильонов, там, где это возможно, там, где, если это не принесет больших убытков. Это совершенно очевидно. Но, кроме того, конечно, надо понимать, что, так как у нас построено движение общественного транспорта, особенно в районе Юго-Запада, где автобусы не просто, как бы, там приходят, останавливаются, отстаиваются, еще и разворачиваются. Причем, чтобы развернуться, так сказать, там надо повернуться к крайнюю правого ряда, выйти на крайний левый, и тем самым отсечь огромное количество автомобилей, которые в это время едут. Или, наоборот, эти автомобили не будут препятствовать развороту автобуса. То есть, конечно, здесь надо думать, как по-другому пустить общественный транспорт, чтобы, с одной стороны, конечно, он соединял людей с метро, но вместе с тем, чтобы он не перегружал столь оживленный магистраль. Ну, в качестве примера могу привести вот район, где я живу, но недалеко живу. Это сейчас метро «Славянский бульвар», его недавно запустили. Так вот, очень многие транспортные средства, которые соединяются с этим метро, ну, скажем так, микрорайон Матвеевская, там Филида-Вытково, они расположены и паркуются не на Кутузовском проспекте, а без того крайне перегружены, а на «Славянском бульваре». Гораздо менее оживленные, то есть и второстепенные дороги. В общем, это, как мне кажется, все-таки позволяет облегчить движение по Кутузовскому проспекту, потому что, если, не дай бог, бы там еще дополнительное количество маршрутов и автобусов бы остановилось, это бы еще больше парализовало движение, тоже на очень оживленной московской магистрали. То есть, вот думать о такого рода, в конце концов, пусть люди до метро лишние 5 минут пройдут, ничего страшного от этого не случится, чем вот такой транспортный коллапс, который здесь имеет место. Ну, когда говорят о том, что надо развивать метро, развивать общественный транспорт, все это, конечно, хорошо и правильно, но надо иметь в виду, что ведь у нас и метро сегодня перегружено. И когда мы говорим, а давайте сделаем так, чтобы автомобилисты меньше ездили на машинах и больше ездили в метро, ну, я думаю, мы не хотим коллапсов под землей. То есть, тоже пропускная способность метрополитена в сегодняшних условиях не беспределена. В этом надо все-таки решать проблему на земле. Важный момент еще, когда речь о конечных станциях метро или, так сказать, о станциях метрополитена, которые, так сказать, служат для, фактически, так сказать, въезда в город, перехватывающей парковки. О них много говорят, но фактически ничего в этом отношении не сделано. Причем перехватывающие парковки, скажем, в районе Получи Гагарина, то есть в районе Третьего Кольца, они ничего не дают, потому что, собственно говоря, это и есть уже сегодня практически центр. Задача стоит в том, чтобы эти перехватывающие парковки построить там с МКАДом на ближайших, после МКАДа, станциях метрополитена. С тем, чтобы, в общем, огромный поток машин, который сегодня идет дальше, туда в ЦАТР, все-таки мог разместиться на этих парковках, а люди на метро доехать до каких-то, так сказать, нужных им объектов. Мне кажется, что к этой теме стоит вернуться и активно ее прорабатывать, но при всем, при том, перехватывающие парковки, конечно, должны быть или бесплатными, или совершенно, так сказать, символической платой, потому что в противном случае люди, естественно, пользоваться ими не будут и будут и станут двигаться на машинах дальше, в сторону центра. В общем, по крайней мере, можно констатировать, что сегодня есть огромная потребность в расшивании этих узлов, и я здесь сторонник, в общем, в том числе, мер и мер достаточно жестких. В любом случае, надо обязательно прекратить любое строительство, которое сейчас ведется вот в этих объектах по повышенной пробочности, так скажем. Строительство, так сказать, которое еще не начато, или которое можно еще пока остановить. Строго следовать градостроительному кодексу о том, что любой новый объект, который вы возводите, должен быть обязательно, так сказать, съезды, подъезды к нему, а достаточное количество парковочных мест с тем, чтобы, так сказать, не загружать магистрали. Ну и думать над развязками, потому что без этого, в общем, как мне кажется, тоже нам не обойтись. Причем не столь дорогостоящий, как, скажем, пересечение улицы Лобяна и Ленинградского проспекта, там это там колоссальной стоимости, сверхподземный тоннель. Конечно, так сказать, в конце концов, это некое облегчение для данной перекрестки, но все-таки это слишком дорого. Можно подумать о чем-то более дешевом, так сказать, об эстакадах. Но то, что сегодня у нас очень многие вылетные шоссе московские снабжены, так сказать, улицами, прилегающими улицами и большим количеством светофоров, что, кстати, характерно для того же Юго-Запада, это совершенно точно. И когда, если, так сказать, эти светофоры работают в нечетко регулированном режиме, то мы всегда получаем заторы. Утром, понятно, в сторону центра, вечером в сторону МКАД, хотя бывает, в общем, и совершенно неожидные вещи. Вчера, например, два часа просто на шоссе энтузиастов, около часу дня в сторону МКАДа. Совершенно, вроде бы, не характерная вещь, но произошло две аварии, и все было, так сказать, занято, забито. Тем более, что шоссе энтузиастов, это тоже крайне тяжелая улица в том отношении, что это вылетное шоссе, это как бы очень оживленный магистраль, Горьковское шоссе, а, так сказать, прилегающих улиц огромное количество, и светофор буквально следует за светофором. Поэтому чуть-чуть что случилось, и эта улица встает и парализует движение, кстати, как здесь, так и на Третьем кольце, с которого идет съезд на это шоссе. В общем, с моей точки зрения, я еще раз повторяю, так сказать, должны быть выявлены все подобного рода объекты, продуманы, проанализированы конкретные меры с учетом, так сказать, экономических, правовых возможностей. Но главное сейчас, что называется, от вот этих многочисленных дискуссий, которые, безусловно, полезны и необходимы, все-таки не забывать приходить и к конкретным действиям, которые помогли бы разгрузить московские улицы. Ну и, наконец, самое последнее, давнее дедовское средство, которое, между прочим, может дать довольно большой эффект. Это ручное регулирование перекрестков, так сказать, движения перекрестков в час пик. Жизнь показывает, у нас просто пропали профессиональные регулировщики, хотя вот там, где они еще остались и работают, жизнь показывает, что можно смягчить, безусловно, ситуацию. Сотрудники ГИБДД все-таки в первую очередь должны заниматься, как мне кажется, этим, особенно вот в крупных мегаполисах, а не, так сказать, засадами, ловлями нарушителей. Это тоже, конечно, важная функция, но все-таки в первую очередь сегодня надо подумать о регулировании дорожного движения. Увы, там, где это делается, это делается скверно, а чаще всего это не делается вообще. И это, с моей точки зрения, тоже влияет на дорожную ситуацию. Хотя мы прекрасно знаем, в какое время, в каких местах происходят регулярно, каждый день, практически, заторы, пробки, затруднения движения и так далее. И если мы это знаем, то, собственно, почему не принимаем мер к тому, чтобы регулировать это в ручном режиме. Я наблюдал один раз, когда непрофессиональный регулировщик, а рядовой водитель, так сказать, на перекрестке ее создалась большая гребенка, вышел в центр и буквально в пять минут умелыми движениями эту гребенку рассосал. Командуя, вы туда, вы сюда, вы чуть-чуть назад, вы чуть-чуть вперед проехали, и гребенка рассосалась в пять минут, благодаря действиям этого непрофессионального регулировщика. Если же это с людей еще готовить к этому и направлять, я думаю, что это, безусловно, даст свой эффект. Очевидно, конечно, ясно, что эти люди должны получать их очень хорошую заработную плату и быть надлежащим образом подготовлены. Я считаю, что отказываться от этого средства в сегодняшних условиях было бы явно преждевременно.